Есть ли у оппозиции лидеры, способные управлять страной? В моем понимании нету, потому что ни одна оппозиция не представляет ни одной адекватной программы действий. То есть да, там куча минусов есть и действующей власти, но предложений адекватных я не вижу. Все не одинаковые, но какие-то лидеры более-менее имеют силы. Ну, вы знаете такого человека? Я не знаю. Я вообще не считаю, что у нас есть достойная оппозиция в принципе. Ну, там кроме Навального, по-моему, нет никого. Он достаточно симпатичный, харизматичный. Насчет того, сможет ли он управлять стороной, я не знаю. Не думаю. Я вижу пока только болтунов. Болтун управлять страной не может. Должна быть личность большого масштаба. По меньшей мере, как Ленин, Сталин, Хрущев, Путин. Ну, я думаю, это распространенное мнение о том, что господин Навальный способен справиться с данными полномочиями. Но, поскольку вы берете интервью у меня, я считаю, что нет. У оппозиции пока что недостаточно сил, полномочий и прав на то, чтобы управлять такой великой и большой страной. По крайней мере, я так считаю. И будем откровенными, наш президент не вечный. И ему надо искать достойную смену. Но сейчас я не вижу таких людей. Такого сильного лидера, который мог бы так завевать внимание, наверное, нет. В России она погибла, потому что, как у нас была в 17-м году революция, у нас всю нашу интеллигенцию, весь наш цвет, все наши умы, их всех уничтожили. Навальный, лидер оппозиции. Встряхнется просто все. Общество, элиты встряхнутся. Соответственно, наверное, сильно кардинального ничего не поменяется, но все равно полегче как-то будет, наверное. Может, кто-то задумается над экономикой, над проблемами, которые здесь сложились. А не будет, раз там, фокусироваться на проблемах геополитики, а немножко внутрь страны заглянут просто люди. Лидеров нет и не будет. Их всех вычислили. Навального вычислили. Немцов давно был, и его не просто вычислили, а вообще убили. Ну, так нечисто, так убивают. Это убийство. А больше все. Если честно, я, кроме Навального, из лидеров оппозиции, никого не знаю. Но если появится возможность каким-то образом быть представленным на выборах, я думаю, на выборах, ну, серьезно, по-настоящему, наравне с Владимиром Владимировичем, я думаю, что у всех слоев общества может появиться представитель, который мог бы участвовать в выборах. Продолжение следует...